Проблемы в сфере здравоохранения это та тема, которая последние недели у всех на устах. Вначале говорили о том, что скорая помощь не успевает приехать к пациентам. Теперь о том, что дети не получают квалифицированного медобслуживания. Комиссия по развитию гражданского общества и правам человека пришла к выводу. Корневая причина в остром дефиците педиатров. Права детей действительно на медицинское обслуживание нарушаются прежде всего из-за нехватки специалистов. То есть реально с этим серьезная проблема существует. Как говорят сами медики, педиатрия это становой хребет детского здравоохранения. Сейчас он сильно надломлен и как любой поврежденный орган не может нормально функционировать. Однако в департаменте здравоохранения уверены, не хватает не кадров, а условий. Есть поликлиники и в городе Иванове, в которых врачей-педиатров не хватает. Но есть и такие поликлиники, где количество врачей-педиатров превышает норматив. Просто врачи-педиатры стремятся устроиться работать в ту поликлинику, где лучше организована работа. А в тех учреждениях города Иваново, где не хватает врачей-педиатров, это прежде всего вопросы к руководителям, и мы их перед этим ставим. Проблема не только в недостаточном объеме помощи, но и в ее качестве. Во многих детских медучреждениях нередко выявляют нарушения. Осуществление медицинской деятельности без соответствующих лицензий. Периодическое нарушение национального календаря прививок из-за отсутствия в поликлиниках необходимых вакцин. Ненадлежащее недостаточное медицинское обслуживание детей в образовательных учреждениях в связи с острой нехваткой врачей-педиатров и медицинских сестер. Так, нарушения были выявлены в Кенишемском, Савинском, Пучешском и Шуйском районах, а также в детской поликлинике номер 7, которую до недавнего времени возглавлял сам Михаил Ратманов. В свете последних мировых событий, а именно из-за случаев стрельбы и гибели учеников в ряде заграничных школ, зашел разговор о необходимости усиления охраны медучреждений. По итогу заседания члены комиссии решили рекомендовать региональному правительству заняться повышением зарплаты врачам-специалистам и медперсоналу, а также снизить нормативные нагрузки на педиатров. Ответ на вопрос, как увеличить количество этих самых педиатров, так и не был найден.